На пульт в Кобринский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступил сигнал на территории филиала открытого акционерного общества Брестский мясокомбинат возгорания. Отряды спасателей на выезд, профессионализм и выучка кобринских пожарных позволили еще до приезда вникнуть ситуацию. В термическом отделении главного производственного корпуса сильное задымление, высокая температура, нужна срочная эвакуация. Уже на месте выясняется, что возгорание произошло в компрессорном цеху в результате нарушения технологического процесса и неосторожного обращения с огнем. А сейчас стоп. Это лишь проигранная ситуация, но она максимально приближена к действительности. На территории мясокомбината проходит тактика специальной учения. Именно условные локализации позволяют избежать реальных техногенных катастроф. Можно сказать, что это в значительной мере стимулирует к тому, чтобы на предприятиях, в организациях, индивидуальных предпринимателей поддерживался должный уровень пожарной безопасности, чтобы руководители заботились о безопасности своего коллектива. А также в этом плане очень способствуют и проводимые учения, в том числе и на территории промышленных предприятий, поскольку это позволяет как службе по чрезвычайным ситуациям, так и другим взаимодействующими с ними структурами выработать алгоритм взаимодействия, быть готовым к нештатным ситуациям и ликвидировать их с минимальными последствиями. Сейчас немного статистики. На территории Брещена за первое полугодие 2014-го произошло порядка 630 пожаров, в которых погибли 52 человека. Огнем уничтожено 60 строений и 28 единиц техники. Цифры внушительные и за каждой стоят боль и горе людей, пострадавших и потерявших близких. Однако стоит отметить, что в этом плане цифры меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, это, безусловно, связано с эффективностью проводимой профилактической работы. В частности, на территории области только за полугодие проведено около тысячи плановых и внеплановых проверок, а также мониторингов субъектов хозяйствования, в результате которых более 1200 руководителей и других должностных лиц были оштрафованы за нарушение правил пожарной безопасности. Обеспечить безопасные условия труда – главная задача руководителя предприятия. Из искры стопроцентно возгорается пламя. В Кобрине на мясокомбинате в результате условного пожара условно создалась угроза выхода пламени на кровлю и в соседние помещения требовалась эвакуация людей. Поэтому спасатели работали по двум направлениям – локализация очага возгорания, поиск пострадавших. Только слаженные действия профессионалов позволяют сработать на победу. Поэтому на учениях отрабатывается каждый шаг, вымеряется каждая секунда. Ну а кобринские спасатели мудро цитируют Суворова – тяжело в учении, легко в бою. Ежегодно на предприятиях проводится тактика специального учения в целях поддержания постоянной боевой готовности подразделения МЧС. После проведения учений состоялось подведение итогов. В целом учения прошли успешно, все задуманные цели были выполнены. Лариса Осмолович, Маргарита Савчук, Сергей Василевский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.